Масштабный танцевальный флешмоб, посвященный пятилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией, организовали в московском аэропорту Домодедово. Место проведения выбрали не случайно, ведь именно эта воздушная гавань соединяет полуостров с Россией. Более ста человек, разделившись на пары, кружились под уже ставший давно неофициальным гимном Крыма – севастопольский вальс. Эта песня о любви, верности и долге была написана композитором Константином Листовым в 1955 году. Она посвящена столетней годовщине первой обороны Севастополя и приурочена к десятилетию победы в Великой Отечественной войне. Изначально это была инициатива только общественной палаты. Но когда мы это широко проанонсировали на прошлой неделе, то было очень приятно, что другие регионы Российской Федерации тоже стали присоединяться к нашему формату и танцевать севастопольский вальс в эти замечательные весенние мартовские дни. Но в этом году мы подошли очень нестандартно, мы поддержали все общественные инициативы, начиная с сегодняшнего флешмоба «Севастопольский вальс». Кстати, в поздний случай хотел поблагодарить Министерство информации Крыма и Севастополя, что они нас поддержали, помогли общественности на территории Крыма организоваться во флешмоб и участвовать с нами. Непосредственное участие во флешмобе приняли Одинцовские музыканты. Духовой оркестр «Подмосковные вечера» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Шамиля Насырова. Творческий коллектив – бессменный участник всех значимых мероприятий в Одинцово. В этот день артисты заставили биться сердца посетителей аэропорта в ритме вальса. Это большая честь для нашего района, для нашего города Одинцово. Это все выжило так же спонтанно, как и само событие вот это вот сегодня. Само вот это мероприятие дало творческую вспышку в оркестре среди музыкантов. Ну, естественно, они подтянулись, они выстроились и сделали то, что должны были сделать на своем высоком профессиональном уровне. Всего в этот день севастопольский вальс прозвучал в 20 муниципалитетах Подмосковья. К акции присоединились и другие регионы России. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.